Привет! Как дела? Вы когда-нибудь видели мюзикл «Преступление и наказание по Достоевскому»? Нет? Я тоже. До 2016 года ничего подобного не видела. Но именно в Лондоне мне удалось попасть на постановку англичан этого мюзикла. Как это было? Сегодня об этом рассказ. Как это было? Суть истории народу через песни, через мюзикл. Для меня это, конечно, было шоком. И я думаю, ну да, я схожу, посмотрю, посмеюсь, как они это всё преподнесут. А основной целью для меня было просто снять репортаж о том, что вот состоялся такой мюзикл. Мы пошли в первый день на открытие вечером в район Tower Bridge рядом с лондонской мэрией. Находится такой небольшой амфитеатр под названием The Scoop. И там поставили сцену, и на сцену вышли артисты. Я, конечно же, всё это снимала, как на фото, так и на видео, ну, для того, чтобы сделать новостной репортаж. И вот артисты вышли выступать, стали петь свои песенки, и я заинтересовалась. Во-первых, очень классная игра актёров. В главных ролях были Алик Портер и Рэйчел Де Луз. Во-вторых, постановка режиссёра Туэх Вилкокс и его друга-создателя песен Саймона Дарло. Меня просто обескуражили, заворожили, и я с открытым ртом сидела и смотрела моё любимое произведение Достоевского, которое разворачивалось на сцене через рок-мюзикл. То есть это даже был не просто мюзикл, а в стиле рок. Насколько я могла, я снимала видео, там можно было, то есть это театр под открытым небом, делай, что хочешь, можешь выходить, заходить, бесплатные билеты. Говорят, этот мюзикл посмотрело около 40 тысяч человек. Бесплатно! Можете себе такое представить, чтобы целый мюзикл в течение всего месяца проходил на сцене бесплатно? Это именно то, за что я люблю Лондон. Там очень много различных событий, и в основном все они проходят бесплатно. Ну так вот, сам мюзикл, конечно, просто до сих пор я вспоминаю все эти песни. У меня остались какие-то кусочки в видео, которые я вам сегодня покажу. Я сделала клип на свой канал Лондайланд, скомпоновав те кусочки, которые я отсняла между собой, как бы сложив это всё в одну историю. И выпустила его сразу же на том канале. И практически на следующий день этот вот актёр, который играл главную роль, который играл Раскольникова, написал нам в комментариях, по-моему, или где-то в своём инстаграме, что вот вышел такой ролик, товарищи, смотрите. То есть он увидел себя в ютубе и вот так вот поделился такой информацией, и сказал спасибо, что вы это сняли. Ну, подружка захотела с ним сфотографироваться, а я просто постеснялась. В итоге костюмы, игра, постановка, они организовали какую-то лестницу, сделали какое-то такое, ну, действительно, рок-представление, бегали там с флагами, с какими-то стульями. Этот вот следователь там тоже так хорошо сыграл, говорит, так, это вот так, а это вот так. И всё это в песне было изложено под музыку. Вообще классно. Мне очень понравилось. Никогда не видела вообще никакого мюзикла и вообще постановки «Преступление и наказание», а тут англичане, русская классика, бесплатные билеты и такая шикарная постановка. Как это было, сейчас вам показываю. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»